Помолчать И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огонь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ майор Задание выполнено В целом держался неплохо На каких вопросах сыпался? Не смотрел фильм «Три мушкетера» И что? Плохо готовили, не смог напеть мелодию Ты что, «Три мушкетера» не читал? Фильм снят не по книге, это комедия, пародия Мне дали список самых популярных американских фильмов Трех мушкетеров там не было Потому что фильм английский Но самый популярный в США в прошлом году Держи Держи Костя целая Тебя проверяли Ты справился Продолжаем работать Ты был уверен, что катер американский Откуда такая уверенность? А если глаза пошире раскрыть? А если глаза пошире раскрыть? Спасательные круги советские На номере буквы кириллицы А винтовки? Винтовки Токарева Самозарядные сорокого года образца А флаг? Слез не хватает Должно быть сорок восемь А мы нарисовали сорок две Ты должен был сначала все проверить Да испугался просто Времени было мало и Костя не ломали А если бы Костя ломали, не выдержал бы Подержи А ну иди сюда Сейчас убью Гад Маршивый Пистолет опусти Жирно Успокоились Успокоились все О произошедшем я проинформирую руководство Свободны Пойдем, Иван Капитан Я Ну Почему ты решил, что тебе поверят? А? Вот так вот просто бежал из японского плена Каким образом? На лодке? А лодка где что? Утонула? Подожди Так ты получается звезды раньше посчитал? Почему сразу не сказал? Проверку бы не прошел И вам бы нечего было в рапорте писать А вообще для чего вы это все затеяли? Что изменилось? Я стал лучше подготовлен? Да ничего я не затевал Я что, идиот Проверки им надо А если б ты утонул? Или умер от переохлаждения? От болевого шока? Что теперь делать? Даже не знаю Лечить тебя нельзя Стриптоцидом засыпать нельзя Зашивать Лечить Ничего нельзя А если сепсис? И по голове били Вам приказали? Да А я уж подумал Да, если подумал Почему мне Не врезал? А? Всем жилищей раздавал А меня что? Пожалел? Да как-то не верилось Держи Я же тебе намекал Прощаться не будем Плохая примета А какая к черту примета? Я что, похож на бабку суверную? Да откуда я знаю Какие у разведчиков приметы? Может правда прощаться нельзя Пойдем Тяжело мучение, легко в бою! Живее, живее, живее! Ну что, как башню кисейная Рядовой Гучков! Я! Ко мне! Бегом, бегом, бегом! Рядовой Гучков Иван, значит так Да! В сутках хода отсюда находится остров оккупированный японцами на нем концлагерь Берег такой же В составе нашей группы советские граждане китайской и корейской национальности вооруженные американскими винтовками пулеметами и минометами переодеты в форму японских охранников и морских пехотинцев Спрашивайте Китайцы, корейцы Это понятно чтоб на японцы были похожи Угу Но почему они одеты и в форму американцев? Задача группы следующая Уничтожить охрану концлагеря и освободить пленных При этом у японцев должна быть уверенность что на них напали американцы А пленные должны быть уверены в том что освободились сами в результате восстания При этом ни у тех и ни у других даже мысли не должно возникнуть что на остров высадились русские Ясно Построились Смирно Вольно Каждый свою задачу знает Высадку отработали Напоминаю, не орать не материться Действовать скрытно Стрелять из укрытия Все, кто увидит вас на острове должны быть уничтожены Следов не оставлять Раненых и убитых забирать с собой Направо На погрузку Бегом Марш Горелым пахнет! Горелым пахнет! Не слышишь? На اور так Move Да и знала Помешива Сказано было Сказано было Прикрутить иди Сидишь Не слышишь Ну что же ты делаешь Что же ты тут сидишь ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Папа, папочка, папа, 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 папа. Предложил нашим соседям жить вместе в одной комнате. Он сам сделал печку. Из октября в нашей комнате жили восемь человек. Топили мебелью, книгами. Вместе ходили за водой на Неву. Нашимылись и думали, что вот сейчас все будет хорошо. Сейчас все закончится. А становилось хуже. И хуже. А в декабре стали умирать. Папа был самым слабым, а продержался дольше всех. Он умер последним. Потому что… Потому что жил ради меня. Я приходила с работы, а он… А он ждет. Печка растоплена. Чай не горячий. А на столе тарелка, салфетка. Вилка, нож обязательно. И двести грамм хлеба. Он говорил, что продал мамин украшения. А я знала, что он отдает мне свой хлеб. Знала и ела. Пора, Иван. Попрощайся с ней из-за порта. С кем прощаться? Все ты понял. Доставай. Готов? Давай сюда. Знаешь, я жила в комнате с посторонними людьми и никогда не стеснялась. А с тобой мне трудно. Я не могу. Давай чай пить. Подожди, подожди, подожди. Сядь. Поговори со мной. Когда мужчина и женщина живут вместе и между ними не происходят близости и их отношения портятся. Наши соседи, семейные, ссорятся каждый день. Дерутся вон даже. Ну а ты спроси, когда они спали вместе в последний раз. Десять лет назад. Двадцать. Спроси. Ну мы же не ссоримся. Ты вежливый, ты… Ты обо мне заботишься, ухаживаешь. Но… Но ты притворяешься. А то, что твоя близость, если, конечно, влияет на отношения, то, мне кажется, несущественно. Ну хорошо, предположим, я притворяюсь. Тебе же не хочется со мной драться. Ты что, тоже притворяешься, получается? Нет. Не притворяюсь. Мне не хочется драться. Ну, к чему тогда этот разговор? Полезешь драться, тогда и поговорим. Или, если я к тебе полезу, не драться, конечно. Не драться, конечно. Нет, я не люблю тебя. Не люблю. Узнаешь получше, полюбишь меня. А то я тебя не знаю, Никита. А вдруг не знаешь? Ну, если только вдруг. Может… Может, завтра. Может, завтра. Возвращайся в строй. Чёрт! Откуда их столько? Подходите по одному. Возвращайся в строй. Шахтёр почти на месте. Начинаем операцию. Проверь сектор восемь. Принято. Выполняю. Прикрой меня. После взрыва уходим к месту сбора. Ко мне его. Иди сюда. На колене. Не дергайся. Возвращайся. Что вы здесь делаете? Какого чёрта? Быстро вернитесь все в строй. Объявите общую тревогу. Я тебе сейчас покажу гад тревогу. Бей их, ребята. Осторожно. Получай. Не давайте им взяться за оружие. Скорее. Стреляйте на поражение. Быстрее. Давайте за мной. Быстрее к воде. Ну же, не отставайте. Не давайте им опомниться. Получай. Быстрее, быстрее. Живыми не уйдёте. Слабь тебе. Не намёт и огонь. За ними. Быстрее, к воде. Быстрее, спускайтесь. Мы уже близко. Не дайте ему плыть. Вздук. Стреляйте по ним. Перет quiere. Позвати! Стреляйте по ним. Получайте, жалкие крылья Вы все принадлежите мне Или я, или смерт Получайте На катере пулемет Стреляйте по катеру Стреляйте по катеру Стреляйте по катеру Умри, подонок Получай Вот тебе Убейте его Получай за все Я захватил лодку, сюда Подожди, мы с ним еще не закончили Вот все, что от него останется Да, проклятый Накамура Поглядите на него Прекрасно Мы утопили Накамуру До свидания, Накамура-сан Мы уплываем в Америку Ты герой Наши дерутся Умирают в бою А мы удираем Может, нашему новому другу не надо было тебя вытаскивать? Сейчас бы ты дрался Умирал бы себе на здоровье Эй, приятель Что? В карцере сидел? Танцевал Там просто так не посидишь Замерзнешь А сейчас как? Не холодно? Холодно Но кому-то нужно держать штурвал Хотя будет обидно Отморозить хозяйство всего в ста милях От горячих девушек Дач-Харбор Мы идем в Дач-Харбор? Ну да Знаешь, ты герой Ты убил Накамуру Убил Накамуру? Если бы сам не видел Не поверил бы Ты герой Настоящий герой Ты отомстил за нас За всех отомстил Я капитан Клайман Есть кто-нибудь старше по званию? Я мастер-сержант Абрайан Остальные матросы рядовые Я принимаю командование Берем курс на Камчатку Морская граница с Советским Союзом рядом Через пару часов Будем в безопасности Представьтесь Рядовой Либер Сэр Надо добавлять сэр Понятно? Так точно, сэр Я принял командование И с этой минуты На судне Будет поддерживаться дисциплина Согласно морского устава Всем понятно? Вы штурман? Нет, сэр Но умеете управлять этим судном Я стараюсь, сэр Приказываю взять курс На Петропавловск Мы идем в Гатч Харборс Я приказываю немедленно изменить курс Море спокойно Если хватит топлива Мы вернемся домой, как возвращаются солдаты Я второй раз попадать в плен не собираюсь Даже к русским Вы отказываетесь выполнять приказ? Ты достал их Откуда ты вообще вылез? Сидел бы себе Это неподчинение Ты тоже хочешь получить? Сэр? Сэр! Хочу вам кое-что сказать Этот парень убил Накамуру Кулаком Это неподчинение старшему по званию Пойдешь под трибунал Эй! Неподчинение кому? Где это написано, что ты капитан? Где форма? Где документы? Если ты офицер, что ты вообще в плен сдался Ты должен был застрелиться А ты почему не застрелился? Я не офицер Я рядовой Мне даже пистолет не выдали И я в плен не сдавался Мой корабль был потоплен Японцы выловили из воды Раненого, контуженного Уйди, не мешай Идите в трюм, Сэр! И не высовывайтесь Его идея с командованием была не самой лучшей Раненых в санчасть, срочно! Остальные за мной! Давай, 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 мужики, давай! Задерживайся! Задерживайся! Стройся! Стройся! Равняйся. Смирно. За проявленное мужество и отлично выполненную операцию объявляю всем благодарность. Суд Советского Союза! Спасибо, ребята. Отдыхайте. Товарищ майор, разрешите обратиться. Слушаю. Получительно ради диаграммы. Поздно. Так и прикажут тебе передать? Я вам приказывал от меня что-то передавать? Никак нет. Свободны. Есть. Не стреляйте. Мы американцы. Не стреляйте. Шахтюра вернуть невозможно. Первый этап операции завершён. Карусель прошла успешно. Отряд в полном составе вернулся на базу. Добро пожаловать на берег. Рады вас видеть, сэр. Взаимно, сэр. Скажите, откуда вы прибыли? Из японского плена. Откуда точно не знаю. Что случилось? Мы выполняли миссию и нас взяли в плен. Как себя чувствуете? Хорошо, сэр. Хорошо чувствовать себя дома. Ты из второй? Нет, из первой, сэр. Если бы не наши парни, мы не смогли бы добраться сюда. Сэр. Решите, товарищ Берия. Решите, товарищ Берия. Товарищ генеральный комиссар внутренних дел, майор Лобанов, по вашему приказанию, прибыл. Город Демянск, Новгородской области. Там нет железной дороги. Вопрос ясен или нужны пояснения? Вопрос ясен. В анкете Шахтер указал, что его родственник работал путевым обходчиком. Я считаю, что это правда. Я полагаю, что он действительно работал на узкой колейке, ведущей на торфоразработке. Такие дороги даже не всегда на топографических картах указываются. Я получил справку из наркомата железных дорог. На узкой колейках обходчиков не бывает. По штату не положено. Составы идут медленно. Одна из обязанностей машиниста паровоза самостоятельно следить за путями. Если пути искривлены, а на узкой колейках это бывает часто, машинист обязан пройти опасный участок на минимальной скорости. или вызвать ремонтную бригаду. Что можете возразить по существу? Я верю Шахтеру. Как-то концов, мне анкета выполняет задание. Отчелы в век. Уведите майора. МЕСЁЛАЯ НЕВАЕТ ВЕ happened? Разрешите, товарищ Белье? Пожалуйста. Лаврентий Павлович, я изучил подшивку районных газет за несколько лет. В Демянске узкоколейка проходит болотистый участок и пересекает реку. Из-за того, что на узкоколейке есть мост, возникла необходимость к дежурных. Официальные дежурные были оформлены как ремонтные рабочие. В статье корреспондент называет их обходчиками и ремонтниками. Видимо, в неофициальном языке эти слова взаимозаменяемы. Товарищ Белье, я вручаюсь за майора Лаванова. Определите майора в санчастье. Слушаюсь. В Америке возможен контроль над «Шахтером»? Ну, хотя бы на начальном этапе, в Сан-Франциско. Нет, Лаврентий Павлович. Американские спецслужбы контролируют любые передвижения наших дипломатов. Было бы по-другому, мы бы не стали рисковать и посылать курьера. Тщательным образом проверьте все записи в личном деле. При малейшем подозрении на скрытие данных или подлог, приказываю провести ликвидацию. Черт. Детройт? Детройт 4, сэр. Сиди. Какую дату писать? Я не помню, сэр. Как это не помнишь? Если бы мой корабль затонул, а я был единственным выжившим, я бы навсегда запомнил этот день. Второй день рождения. У меня потом много было дней рождения, сэр. Я много раз умирал. Вы получили контузию или ранение? И то, и другое. Контузия была сильной. Я потерял сознание. Ну-ка, снимай рубашку. Доктор? Да. Какие у него ранения? Пулевые, осколочные. Я зафиксировал. Смотрите отчет. Что еще? Есть следы побоев. Также у него контузия второй степени, с нарушением речи и проблемы с дыханием. Я не сдался в плен. Японцы подобрали из воды. Я не помню, я потерял сознание. Запишите, пожалуйста. В плен не сдавался. Пожалуйста, сэр. Прошу записать. Попал в плен в бессознательном состоянии. Не сдавался. Подобран из ледяной воды. Не волнуйся, Стэнли. Мы все понимаем. Ты действовал по уставу. Солдат обязан сдаться, если все средства для оказания сопротивления исчерпаны. Да вы шутите. Нет. Солдат обязан сдаться? Обязан? Да. О, кушайте новобранцы. Бросают в бой совсем детей. Ты откуда? Бруклин, сэр. Садись. Стэнли, когда я смотрю на тебя, я горжусь тем, что из нас, евреи, получаются отличные солдаты. Эй, парень, что ты там про него пишешь? Повтори. Сэр, Стэнли стрелял в епошек из пулемета. Он нас всех спас. И он убил Накамуру. Кто такой Накамура? Сволочь номер один. Ему нравилось убивать и стрелять в людей. Голову рубил мечом. Был сильный сволочь. Гвозди узлом завязывал. Я лично видел. Скажи, как ты убил японского подонка? Мне повезло. Он пытался убить меня самурайским мечом, но промазал. Я его ударил. Это все. Ты его кулаками убил? Да. Да, сэр. Он свалил его одним ударом. У меня кулаки в два раза больше. Я каждый день съедаю фунт мяса. Но я не мог бы убить японского офицера с мечом. Ты весь продырявлен. Мозги от контузии расплавились. Я тебе не верю. Ты врешь. Вы ошибаетесь. Вы можете убить японца кулаками. Самое сложное – попасть в плен. Но если попадете, встречу с Накамурой или каким-нибудь другим хирохитой обеспечен. Мне не надо попадать в плен. Я сейчас тебя проверю. Давай. Давай. Ударь меня. Ударь меня. Вы офицер, я не могу. Японца смог, и меня сможешь. Вы офицер, я не могу ударить офицера. Да, я офицер. Хорошо. Теперь я не офицер. Вам не стоит. Давай. Ударь меня. Поехали. Ну же. Вы первый. Хорошо, я первый. Давай, Стэнли, давай. Ударь его, Стэн. Бей его. Бей, ну же. Вперед. Сделай это, Стэнли. Чёрт по дереву. Ну же. Давай. Поехали, поехали. Ну ничего себе. Вот это удар. Стэнли хорош. Другое дело. Вот это удар. Молодец, Стэнли. Только посмотрите. Ты настоящий герой, Стэнли. Вот это бой. Сэр. Вы в порядке? Всё нормально. Точно? Да. Сколько пальцев, сэр? Да, хватит. За храбрость и отвагу. При участии в действиях против врагов Соединённых Штатов Америки, в этот день матрос Стэнли Либер награждается крестом военно-морского флота и орденом Пурпурное сердце. Служу народу Соединённых Штатов Америки. Положено говорить, служу Соединённым Штатам Америки. Сэр, служу Соединённым Штатам Америки, сэр. Не моргаем. Раз, два, три. Ну что, Стэнли, твоя война закончилась. Стэнли, твоя война закончилась. Стэнли, Стэнли Либер, я был в плену. Слышали о тебе? Посмотри, какие медали. Твимми, Твимми, позовите. Это Стэнли Либер, которого похоронили. Это ты. Я тебя знаю. Да. Война меняет людей. Где тут Стэнли Либер? Стэн, ну и досталось тебе. С возвращением. Знаешь что? Это дело нужно отметить. Прости, Твимми, у меня конкузия, въянствовать нельзя. С головой не всё в порядке. Отстань от человека. Во-первых, тебе нужно социальный номер восстановить. Какой у тебя был номер? Ничего, посмотрю в архив. Ладно. Можно кое-что спросить? Мне только кажется, или у тебя глаза другие? Просто ты будто другой человек. Клянусь. Ну да ладно. Как там на войне, Стэнли? Страшно. Страшно? Тебе? С твоей биографией? Хоть ты Тарзан, хоть Кинг-Конг. Война есть война. И человека убить нелегко. Ты о чём? Тебе человека убить что? Я хочу жениться и куда-нибудь уехать. Где меня никто не знает. Знаешь что, Стэнли? Я тебе не верю. Хочу забыть прошлую жизнь. Найти работу. Работу? Парни, Стэнли Либер хочет найти работу. Удачи, Стэнли. Ну что ж, на восстановление номера понадобится неделя. Придётся ходить в форму. Официально ты ещё служишь во флорте. Ясно? Да. Подпиши. Стэнли Либер, смотрите, вот он. Стэнли Либер. Стэнли Либер, я вас везде ищу. Завтра ваша фотография появится в газетах, и родные узнают, что вы живы. Они думают, что вы погибли. Что вы чувствуете? Стэнли, я бы хотела с тобой поговорить наедине. Назначь мне свидание, не дадут ей поговорить. Напишите своё имя, фамилию и звание, чтобы не было ошибки. Сам пиши. Стэнли Либер, рядовой, награждён медалью, пурпурное сердце и крестом военно-морского флота. Он всегда всё перевирает, его скоро уволят. Не надо фотографировать. Я запрещаю вас. Пожалуйста, не фотографируйте меня. Родные увидят меня в газете, и с кем-нибудь случится разрыв сердца. Прекрасная погода, герой. Его погода не интересует, он о другом думает. Вечером приходи, будет весело. Я очень хорошо танцую. Выпьем, отдохнем. Поверь, будет здорово. Приходи. Фредди, Бобби, смотрите, это наш герой. Как дела? Парни, идите сюда. Фредди, сфотографируй нас. Садись, мы подвезём тебя. Спасибо, я пешком. Нет-нет, я настаиваю. Засмотрюсь в облака, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Одолжить был ангела крылья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова